Очередной рейд вблизи ЖД-пути состоялся 23 сентября. Сотрудники администрации, железнодорожной структуры, полиции, народные дружины всегда принимают участие в таких мероприятиях. И делают все зависящее от них, чтобы предотвратить гибель и травмирование людей. Сегодня по указанию Министерства транспорта Московской области мы проводим очередное мероприятие по безопасности движения на железнодорожных пути. В данном случае это пешеходный переход в станции Быково Раменского района. На данном промежутке пути в этом году не было зафиксировано исчастных случаев. Но мы все равно наблюдаем, что граждане переходят железнодорожные пути на красный свет, на звуковую сигнализацию, запрещающую переход в данный момент. Соблюдать правила вблизи ЖД полотна и станции – необходимые условия. Несмотря и вопреки предупреждениям находятся люди, которые пренебрегают ими. Кстати, это не только переход на красный свет. Практически постоянно используются народные тропы, проникают на платформы люди в неположенных местах. И не только. Люди переезжают также пешеходный переход на велосипедах, не спешиваясь. То есть нарушают, разумеется, правила пешеходных переходов через железнодорожные пути. Также мы наблюдаем молодых людей, которые постоянно ходят с гаджетами, с наушниками, с капюшонами и так далее. То есть, что ограничивает, разумеется, обзор движения и отнимает внимание у граждан. Нарушители уверены, что ему обязательно повезет. Он сократит время, деньги. Но, как показывает практика, сокращает срок своей жизни или серьезно травмируется. Поэтому такие рейды несут в себе огромную ценность и заботу о беспечных людях. Находящийся в наушниках, говорящий по телефону, вылез через пролом и был сбит электрическим поездом. Поэтому еще раз обращаю внимание граждан на то, чтобы переходили железнодорожные пути на длежащем месте, на длежащих установленных правильных местах. То есть пешеходные переходы наземные и подземные, оборудованные звуковыми и световыми сигнализациями. Спасибо. Платформа Быкова, где состоялся рейд 23 сентября, оборудована всем необходимым – светофором, комфортным переходом для пешеходов по путям. Но случаи исключения все же бывают. Сегодня мы проводим рейд на станции Быкова. В прошлом году здесь был всплеск травматизма смертельного. В этом году этого всплеска нет. Но, тем не менее, 11 сентября здесь погиб мужчина, 1988 года рождения, который грубо нарушил правила поведения на железной дороге, вышел через несанкционированный проход, при этом пользовался мобильным телефоном и не заметил приближающийся поезд, попал к нему, был смертельно травмирован. Основными причинами несчастных случаев является несоблюдение гражданами правил нахождения на железнодорожном транспорте, который является зоной полученной опасности. Ну, в первую очередь, нахождение в нетрезвом виде переход. По статистике, в праздничные дни, как правило, повышается количество травмированных людей. Для того, чтобы, в принципе, исключить несчастные случаи, проводится регулярное информирование граждан, особенно тех, кто очень спешит. В этой связи хотелось бы призвать всех жителей районского городского округа соблюдать правила безопасности при нахождении на железной дороге. Особенно сейчас, в осенний период, когда рано стало темнеть, люди ходят в капюшонах, многие используют наушники, гаджеты. Это, к сожалению, приводит к случаям смертельного травмирования. Самым еще хотелось бы уточнить таким распространенным смертельным случаем, когда нет времени ни у машиниста ничего предотвратить, ни у гражданина, когда поезд проходит, и сразу же за хвостом они начинают переходить ЖД-путь, не дождавшись его удаления и видимости по соседнему пути. То есть они начинают переходить, и тут же их сбивает встречный поезд. Машинист, как правило, видит прям за 10-20 метров, и у него нет возможности даже и не то, что предотвратить, а использовать это торможение. Проводить подобные рейды помогают и так называемые народные дружины. Очередной рейд показывает нашу очередную человеческую беспечность. Самое дорогое, что Господь дал человеку жизнь. Не хотят люди ее беречь, но в любом случае мы свою задачу видим в том, чтобы проводить эту профилактику. По принципу вода камень точит, но я думаю, что наша работа, она даст результаты. Все-таки люди нас услышат. Жизнь свою надо беречь, в том числе и в таких простых ситуациях, которые наблюдаются на всех пешеходных наземных переходах. Дорогие товарищи, не будьте беспечны, берегите свою жизнь. Она вам еще пригодится для себя и для нашей Родины. Спасибо. Строгое соблюдение правил зависит только от пассажиров и пешеходов. Спешка добром не заканчивается. Не всегда рядом окажется тот, кто вовремя тебя остановит.